Виталий Волков Что произошло в нашем городе узнаем прямо сейчас Итак, основные темы выпуска Опубликовать настоящее постановление в очередном выпуске Десногорской городской ежедневной газеты Десна И разместить на официальном сайте администрации Муниципального образования в городе Десногорск В Смоленской области информационно-телекоммуникационной сети интернет Зарегистрирован еще один кандидат на выборы Буквально каждый матч сюда хожу И эти эмоции не передать словами Футбольные страсти завершились Финал с игром Дата регистрации 16 июля 2018 года Регистрация кандидатов на выборы завершилась Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее 9 сентября день голосования за кандидатов Депутата Смоленской областной думы 6 созыва Продолжается официальная регистрация кандидатов в избирательных комиссиях Подробнее об этом событии в нашем сюжете 15 июля прошло 43 заседание Десногорской избирательной комиссии На повестке дня стояло три вопроса Первым комиссия вывела из состава участковых избирательных комиссий Работников предприятия САЭС-сервис Так как руководитель выдвинут кандидатам на выборы в областную думу Вторым вопросом комиссия ввела 7 человек в участковые комиссии Так как они должны на выборах работать в полном составе Третьим вопросом избирательная комиссия рассмотрела Регистрацию кандидатов депутата Смоленской областной думы 6 созыва По 15 округу выдвинутого Смоленским региональным отделением партии КПРФ Олега Алексеевича Каравашкина Зарегистрировать кандидатам депутата Смоленской областной думы 6 созыва Каравашкина Олега Алексеевича Выдвинутый избирательным объединением Смоленского областным отделением Полиевской партии КПРФ по одномандатному избирателю округу номер 15, при проведении выборов депутата Смоленского областной думы 6-го созыва. Дата регистрации 15 июля 2018 года, время регистрации 10 часов 8 минут. Второе. Выдать за регистрацию кандидатом депутата Смоленского областной думы 6-го созыва по одномандатам избирательного округа номер 15 Каравашкина Олега Алексеевича удостоверение установленного образца. Третье. Опубликовать настоящее постановление в очередном выпуске Десногорской городской еженедельной газеты Десна и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования в городе Десногор Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Удостоверение кандидату Каравашкину Олегу Алексеевичу вручил председатель ТИК Михаил Хоботов. В Госдуму внесен законопроект о поиске пропавших детей с использованием геолокации их телефона. Законопроект направлен на создание дополнительных условий для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации. Если сим-карта устройства зарегистрирована другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным условием является уведомление суда в течение 24 часов. Согласно данным экспертов, в России каждый год разыскивают около 120 тысяч человек, из них 45 тысяч – дети. В минувшие выходные на стадионе «Атомтранс» прошли онлайн-трансляции финальных игр Чемпионата мира по футболу за третье и первое места. Оказалось, что в Десногорске достаточно много истинных болельщиков. В этом наша съемочная группа убедилась в воскресенье на матче Франция-Хорватия. Подробности в сюжете. Так как в этот раз матч проходил в светлое время суток, организаторы постарались сделать все возможное для комфортного просмотра. Между трибунами и сценой натянули тент, чтобы затенить экран. Это позволило создать ощущение полумрака. Десногорцы целыми семьями, много молодежи пришли поболеть за красивый футбол. К сожалению, сборная России до финала не дошла, но тем не менее он вызвал большой интерес у болельщиков. Команда Златкодалича так прижала соперника, что в первые 15 минут трехцветные и не помышляли об атаке, а временами не стеснялись выносить мяч от греха подальше. По истечении первой трети тайма французы пришли в себя и постепенно отодвинули игру от своих ворот. И в отличие от хорватов, они извлекли из своих атак несравнимо больше пользы. Хорваты пытались прессинговать и противопоставить хоть что-то оппоненту, но разница в классе была слишком ощутима. Десногорцы кричали и поддерживали обе команды. В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам этой фан-зоны, потому что давно об этом я мечтал. Это очень классно, когда можно посмотреть, увидеть живые эмоции игроков, болельщиков на большом экране. Очень здорово, это когда и знакомых встречаешь, и объединяет, можно поделиться. И вообще общее настроение оно заряжает совсем по-другому. Фан-зона нравится, буквально каждый матч сюда хожу и эти эмоции не передать словами. Когда много людей, то болеешь как-то, ну, как-то приятнее, знаешь, люди орут, и ты хочешь тоже поорать с ними. Здесь собралось очень много народу, потому что, наверное, финал очень атмосферно. Ну, намного лучше, чем дома, потому что здесь очень большой экран стоит, и чувствуешь, как будто ты сам находишься сейчас на стадионе, все кричат, болеют. В итоге Франция стала обладателем Кубка мира. Со счетом 4-2 она обыграла своего соперника. Хорватская сказка закончилась, но вряд ли найдутся люди, которые смогут хоть в чем-то упрекнуть команду Далича. Чемпионат мира в России однозначно удался. Турнир завершился так же, как начинался и развивался. Ярко и сверхрезультативно. А у десногорцев, по задумке организаторов фан-зоны, теперь появилась возможность посмотреть кино под открытым небом. Да, я слышал, читал на сайте Десногорском. Ну, рад очень и гордо за свой город стало, что начал процветать. Ну, здорово, будет хоть куда-то сходить там. Тем более, мы тут рядышком совсем живем, нам 5 минут и все. Ну, очень хорошо будет, что будет тут кинотеатр под открытым небом. Небом – это хорошо. Идея очень интересная. Я думаю, многим жителям Десногорска понравится. И все будут посещать это место еще больше. Уже 20 и 21 июля в 21.00 на стадионе «Атомтранс» пройдут первые показы короткометражных фильмов. Вход свободный. Россия даровала иностранным фанатам безвизовый режим после Чемпионата мира. Президент Владимир Путин по окончании финального матча заявил, что иностранные боленщики смогут приезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Это касается тех иностранцев, которые уже оформили паспорт боленщика. Изначально предполагалось, что безвизовый режим для обладателей паспорта боленщика прекратится через 10 дней после финального матча турнира. Документ также позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах-организаторах и перемещаться между городами Чемпионата на поездах. 9 сентября – день голосования за кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва. Завершилась официальная регистрация кандидатов в избирательных комиссиях. Подробнее об этом событии в нашем сюжете. 16 июля прошло 44-е заседание Десногорской избирательной комиссии. На повестке дня стояло два вопроса. Первым избирательная комиссия рассмотрела регистрацию кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по 15-му округу, выдвинутого региональным отделением партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Константина Викторовича Свиридова. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Свиридова Константина Викторовича, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в проведении в Смоленской области по одномандатам избирательного округа номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Кандидат в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Свиридов Константин Викторович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением региональным отделением политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость по единому избирательному округу. Дата регистрации 16 июля 2018 года. Время регистрации 13 часов 6 минут. Второе. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Свиридов Константин Викторович удостоверение установленного образца. Вторым вопросом комиссия приняла решение о регистрации кандидата на выборы в Смоленскую областную думу 6-го созыва по 15-му избирательному округу Николая Ивановича Новикова, выдвинутого региональным отделением партии «Справедливая Россия». Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Новикова Николая Ивановича, выдвинутого избирательным объединением региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Кандидат в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Новикова Николая Иванович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутым избирательным объединением региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» по единому избирательному округу. Дата регистрации – 16 июля 2018 года. Время регистрации – 13 часов 10 минут. Второе. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Новику Николаевичу удостоверение установленного образца. Председатель комиссии вручил кандидатам Константину Викторовичу Сверидову и Николаю Ивановичу Новикову удостоверение кандидатов. В Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Накануне на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за сильных дождей потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов. После этого грунтовые наносы появились на дорогах и травмайных путях. От ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда и стадион «Волгоград-Арена». Смоленскую область непогода тоже не обошла стороной. Ливневые дожди, град и шквалистый ветер бушуют на территории региона и в нашем городе уже который день. 17 июля в Десногорске ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Днем плюс 26, ночью плюс 19. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова